Изменилось, по сути, только название. Даже директор остался прежним. Первоочередные задачи, которые теперь стоят перед сотрудниками – управлять процессами в сфере занятости в переходный период. Для работы с уже зарегистрированными безработными и теми, кто станет на учёт в ближайшее время, используется ещё украинское законодательство. Это значит, что, как и в случае с пенсиями, размер выплат пока останется прежним. Но если раньше вся доходная часть фонда собиралась в Киеве, сейчас она будет оставаться в Севастополе. Вместе с обязанностями от центра занятости новообразованному фонду остались и долги. Сейчас их сумма составляет более 5 миллионов рублей. Мы сейчас имеем на замороженных практически счетах Государственного казначейства Украины более 1 миллиона 300 тысяч гривен, которые мы наверняка уже не получим никогда. И нам придётся из фонда, который работает сейчас, платить ту задолженность по пособиям, задолженность по заработной плате персоналу, коммунальные услуги и прочие услуги, которые возникли в марте. Задолженность по выплатам будут покрывать не без помощи России. Валерий Ильченко рассказал, на днях фонд ждёт суду с бюджета Федерации. Все выплаты будут осуществляться исключительно в рублях. Свои пособия безработные смогут получить в единственном отделении почты – в 53-м, которое находится по адресу улица Меньшикова, 84А. Валерий Ильченко рассказал, размер выплат в России существенно отличается от украинского. «Если сейчас в Украине максимальный размер пособия составляет 4 прожиточных минимума, а это 4872 гривны, то в России максимальный размер пособия 4900 рублей. То есть практически в 4 раза меньше. Меньше и размер минимального пособия в России. Он составляет 850 рублей. А у нас, в Украине, он на нашей земле составлял 544 гривны». Расчёт пособия в РФ незначительно отличается от Украины. Разница в том, что выплаты в России назначаются не учитывая трудовой стаж. «Размер пособия в Украине в первые три месяца – 70% от заработной платы. В России – 75%. Затем следующие три месяца в Украине размер пособия 56%, а в России не три, а четыре месяца – 60%. В оставшееся время, там получается у кого сколько, ну в оставшееся время, в Украине 49%, а в России 45%. Видите, очень сходная цифра». Также Валерий Ильченко добавил, уже в январе 2015-го фонд должен стать службой занятости Российской Федерации. Елена Корнухова, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».